А теперь подробности. Кадры решают все. В минувшие выходные активная молодежь города собралась на форуме молодых специалистов. Программа мероприятия разделилась на два дня. В первые молодые специалисты учились работать в команде, ставить задачи и принимать решения. Представляли собственные проекты. Во второй на семинаре по современным информационным технологиям собрались самые активные. Наблюдала за тем, как нужно идти к успеху и наша съемочная группа. Слово Анне Долгушиной. Юристы, менеджеры, экономисты и педагоги собрались на очередном городском форуме молодых кадров. Объединившиеся активисты поделились опытом и искали ответы на вопросы, что они ждут от форума, от коллег и от будущего в целом. О будущем молодые специалисты говорят многое с удовольствием. Крепкая семья, высокая заработная плата, качественное жилье – основные пожелания. Но главное, ради чего каждый пришел сюда – это карьерный рост. Участие в форуме – отличный шанс войти в список востребованных кадров города. Люди, которые приехали сюда 25-30 лет назад и более, понятно, что люди уже постарели, люди предпенсионного или пенсионного возраста. Жизнь меняется. И именно вам осваивать северные дали, именно вам продолжать дело отцов, детов. В первый день форума программа мероприятия насыщенная. До самого вечера с молодыми активистами работают опытные московские модераторы. Более 80 участников разделились на две большие группы. Они учатся управлять командой и принимать стратегические решения. Организаторы говорят, что те, кто не поленился прийти ранним субботним утром на форум, уже этим проявили свою активность. Наша задача, чтобы было гораздо больше, вернее, основные люди были те, кто готов сам, самостоятельно, на своем месте, на рабочем, на учебном и так далее, менять жизнь чуть к лучшему в данном случае. Но и задача, что не просто в принципе менять, а в конкретном отдельно взятом городе. После обеда участники приступают к разработке проектов. Коллективную инициативу проявляют в противодействии коррупции, развитии в Новом Уренгое туризма, образовательных, культурных центров и многом другом. Если мы хотим научиться получать результаты гарантированных и быстро, как вы сегодня показали, то еще сказать, чего хочу и чем это меряется. Начинающий педагог Анастасия Егорычева решила поучаствовать в форуме, чтобы не только проявить себя и завести полезные знакомства. Признается, здесь она получила большой практический опыт, который пригодится в работе со школьниками. Также она точно знает, с какой инициативой выступила бы в Государственной Думе. По проектам для детей, именно по проектам какой-то патриотической, гражданской направленности. По итогам первого дня организаторы выбрали более 30 самых активных участников. И в воскресенье уже для них работает семинар по передовым информационным технологиям. На этом работа не заканчивается, впереди еще много интересного. Ведь лучшим слушателям будут предложены стажировки в Государственной Думе, Министерстве регионального развития и Министерстве иностранных дел. Анна Долгушина, Константин Малыш, Служба новостей «Импульс».